Молитву Ефрема Сирина Читает ее священник, обращаясь лицом к царским вратам довольно громко во всеуслышание, сопровождая каждое ее прошение земным поклоном. После трех таких поклонов он 12 раз крестится с молитвой «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя», после чего еще раз читает эту же большую молитву, но уже полностью и делает еще один земной поклон. Вместе с ним синхронно это действие совершают и все молящиеся в храме. Кстати, читать ее молитву Ефрема Сирина можно и дома самим, сопровождая поклонами таким же образом, как делается это и в храме. Как вы знаете, она появляется в богослужении, молитва еще, это еще за неделю до Великого Поста, в одни, когда не положено совершать божественную литургию. Это среда и пятница масличной недели. Церковь, ведь помните, она постепенно-постепенно вводит нас в этот пост не только пищей, но и читаемыми текстами, поклонами, характером богослужений. Молитва Ефрема Сирина читается в течение всего Великого Поста, кроме субботних и воскресных дней. В воскресенье вечером чтение потом ее опять возобновляется, и последний раз она бывает на Страстной Седмице утром. По самому характеру ее видно, что эта молитва прежде всего покаянная. В ней упоминаются грехи, мешающие, препятствующие нашему покаянию. Также в ней приводятся на память добродетели, которые, наоборот, покаянию помогают, способствуют. Дух праздности, лень, уныния, празднословия – это все то, с чем мы должны бороться всегда, но в Великий Пост особенно. Говорится в ней и о любоначалии, жажде власти и превозношения, которые для души человека бывают очень губительны. Напротив же, напротив этому святой Ефрем напоминает нам о целомудрии, смиренном мудрии, терпении и любви, как подлинному проявлению христианской жизни и внутреннего устроения. Поклоны, как мы понимаем, они тоже нам очень нужны. Человек ведь существо духовно-телесное и должен проставлять Бога и молиться не только душой, но и телом проявлять свое богопочитание и служение. К тому же поклоны в течение длинной-длинной службы помогают не засыпать, бодрствовать и немного двигаться, что тоже бывает очень полезным и даже желанным. Просто так стоять без движения довольно долго – это трудно и утомительно. Вот тут-то поклоны как раз и приходят нам на помощь. Как мы уже и говорили, все, все в храмовом богослужении не зря, не случайно и не просто так. Сам же автор ее, этой молитвы, преподобный Ефрем Сирин, жил давно, еще в IV веке, и по преданию был сирийцем. Отсюда и такое его именование. Это не фамилия, а место его происхождения – Ефрем Сирин. Вы можете, конечно, почитать о его жизни, покаянии, подвигах, духовных произведениях. Все это будет очень полезно и назидательно. Его произведения по праву входят в сокровищницу святоотической письменности и имеют очень большую аскетическую, да и не только аскетическую ценность. Они и поэтичны, и художественны, неоднократно переводились на разные языки и заслуживают самого пристального к ним внимания и изучения. Так что в пост всем нам есть чем заняться. Молитесь, изучайте Писание, творите дела, милосердие. В общем, поле непаханное было бы только желание и силы. Мы же с вами, в чем я уверен, еще непременно и неоднократно встретимся и побеседуем на самые-самые разные темы. До встречи, дорогие друзья, братья и сестры. Христос посреди нас.